Я хотел бы как-то поговорить о том, о чем Бог дает мне много рассуждать. Я называл свою тему «Этот духовный рост». И вы знаете, вот с момента покаяния человека, я думаю, каждый начинает думать, когда мы родились свыше, мы думаем о том, как нам возрастать и как нам возрасти. И я не скажу про себя, что я думаю, что я куда-то сильно дорос или кого-то перерос, но я думаю, что эта тема очень важна, чтобы мы размышляли. Эта тема очень насущная для нас. И уже сегодня звучали очень такие, как сказать, вспомогательные темы и псалмы. И я просто удивляюсь, как Бог, я так долго думал говорить, не говорить, но сейчас больше понимаю, что это очень важно сказать. Я хотел бы, чтобы мы вначале открыли просто одно место. Это будет, мы начнем к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стишок. И тут очень важно, апостол Павел пишет «Установление церкви». Он поставил одних апостолами и других пророками, иными евангелистами, иных пастырями, учителями. К совершению святых наделал служение для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обращения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает переращение для созидания самого себя в любви. Вот тут он сказал, как Бог устроил церковь. Я, знаете, много разговариваю с людьми, многие считают, что уже апостолы все умерли, пророков нет. Ну, у меня сразу вопрос, тогда, значит, и евангелистами не надо быть, и пастырями, и учителями. Сегодня очень мало найдешь учителей. И я вижу, что как бы дьявол хочет нам показать, что вот это установление, его уже нет, как бы, оно не существует. Но вы знаете, я еще с момента моего покаяния всегда просил на этом месте, говорю, Господь, кто мой апостол? И вы знаете, я просто про себя хочу сказать, что у меня был апостол, которого я считал апостолом, который открывал много церквей, Давид Вилкерсон. И когда я брал всегда газету, там были его проповеди, меня всегда Бог сильно наполнял, меня Бог сильно учил его наставлениями, и его жизнь для меня была большим примером. Я видел, что он достоин носить звание апостолов. С другой стороны, я всегда искал пророчества Божие. Вы знаете, и до сих пор, я уже 20 лет христианин, я знаю, не проходит и года, чтобы Бог не обратился ко мне через какого-то пророка. То я лично для себя, я вижу, что да, в церкви есть пророки, есть апостолы, и есть евангелисты, и есть пастыря, и есть учителя. Ну, нам надо в это верить и принимать, как здесь написано. Потому что если мы начнем что-то убирать из Библии, и тогда мы разобьемся в вере. Но тут написано дальше, чтобы мы не оставались младенцами. И вот, вы знаете, как раз о младенцах стоит немножко напомнить и подумать, кто мы и как отличаются младенцы от отцов. Я просто возьму младенцы и отцы. Я не беру юноши, не беру там средний возраст, но как-то я размышляю о младенцах. Апостол Павел очень, как сказать, галатом, киевисяном писал очень много о детях. И вот он написал, в 4 главе галатом написал такое место. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, но подчинен попечителям, домоправителям и срокам отцом назначенного». Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего одинородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа своего святого, вопиющего Ава отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа». Вы знаете, я буду там пропускать. Он дальше пишет, что он о них беспокоится. И тут он в 19 стишке говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть он беспокоится о них. Он говорит о них, что они еще как в детстве, они в младенчестве. И он был отцом. Он говорил так же, что много у вас учителей, но отцов мало, он родил их. Знаете, мне нравится апостол Павел, что он с момента своего покаяния, он сразу не был детем, не был как младенцем. Он сразу у Бога спросил такой вопрос, «Что ты хочешь, чтобы я делал?» Вы знаете, вот младенцы, мы сами знаем, как у нас у всех есть дети, они всегда говорят «дай» и «дай». Они всегда хотят, просят. И я смотрю, есть многие верующие, которые всю жизнь живут и только просят у Бога. «Дай мне это», «дай мне то». «Господь, мне хочется вот это», «мне хочется то». Знаете, как дети, они что-то увидят, и скажут, «мне тоже хочется, да». И они привыкли, что отцы им все дают, матеря им дают, с младенства им дают кушать, им дают пить, им дают вкусные всякие ясты. Я помню, младенцу что-то дашь, что-то новое. Он так сильно вцепится, ему так нравится то, что ему дал. Иногда, знаете, христиане так же себя ведут, знаете, Бог им дает что-то там, они так сильно вцепляются в это, они так этим дорожат. Вы знаете, ну, может, это больше что-то там, дом, машина. Они там так хранят это, они так наслаждаются этим, знаете, вот этим земным. Но они, это младенцы. И знаете, чем отличаются младенцы? Они эгоцентричны, они все хотят себе, они все думают для себя. И когда они обращаются к Богу, они только, они не видят вокруг нужды, они не видят вокруг проблем. Им очень важно, чтобы Бог им все дал, Бог им все даровал. Бог, дай мне, дай мне, мне нужно это. И вы знаете, проходит жизнь, они остаются в детстве. И Павел смотрел на них, говорит, я опять в муках рождения. Я, говорит, ну, не напрасно ли вы уверовали? Он так разочарован на них. Он так смотрит на их состояние, его сильно разочарует это, знаете. И сегодня, вот так вот посмотришь, можно найти много таких людей, которые просто думают, все, дай мне, хочу, и к Богу приходят. У них только одна мысль, Господь, пошли мне вот это, мне так сильно нужно. Они начинают уговаривать Бога и говорить, ну, посмотри, вот все уже имеют, у всех уже это есть, дай мне тоже. Точно как дети, вы знаете. Я сейчас смотрю, мои дети вырастают, говорят, дай мне там мотоцикл, у всех уже есть, дай мне то. Вот понимаете, похоже. Похоже, вот духовный мир и плотское можно сравнивать. Но чем отличаются отцы? Отцы уже думают, как дать. Вы знаете, большая разница между отцами и детьми. Сегодня многие люди говорят, вот церкви не растут, почему-то, знаете, нет больше духовного пробуждения. А такой вопрос, а стали ли мы отцами? Можем ли мы давать? Как можем мы, хотим ли мы давать? Насколько мы, у нас большое желание отдавать, вы знаете, или мы только хотим брать? Если мы хотим только брать, то наша церковь, извините, я не думаю, что будет духовный какой-то рост или много покаяний наполнится, переполнится, то младенцы, они, вы знаете, всегда думают что-то такое особенное, которое не произойдет. Чем отличаются младенцы? Они всегда, надежда такая у них, что вот что-то папа купит, там какую-то дорогую машину или там еще что-то, и папа не купил, вот они разочаровались. Но вы знаете, отцы, у них есть вера, у них есть надежда. Вот я смотрю наш, допустим, Авраам, он называется отцом веры, он попросил сына себе, и вы знаете, долго ждал, долго ждал, знаете, почему? Бог поставил его в пример, Бог поставил его в пример, что он был отцом веры, он всегда верил Богу, и это вменилось ему в праведность, потому что он знал, что Бог даст ему в свое время, вы знаете, в свое время, и Бог дал ему, он был настоящим отцом веры. И есть там очень много примеров в Библии, которые просто нам говорят, что отцы должны быть, и мы, дорогие друзья, должны стать отцами, мы должны заботиться о других, мы всегда должны думать, кому помочь, мы не должны думать о себе, вы знаете, одно из, как сказать, духовного роста человека, я вижу, что Христос говорил, кто хочет идти за мной, возьми крест и следуй за мной, и Бог им говорил, что трудный путь будет, вы знаете, младенцы, они не хотят проблем, они всегда удаляются от всяких трудностей, они даже текают, вы знаете, я смотрю, вот когда даже Иаков, он был хитрый такой, он себе выпросил там, лукавством, себе благословения, ну что, ему пришлось убежать, обстоятельства жизни у него складывались очень плохо, потому что он был младенец, он хотел как-то обойти, каким-то другим образом все взять, и вот сегодня, знаете, многие из нас тоже как-то хотят что-то взять, но случается, когда проблема, смотрю, выходят из церкви, где-то что-то там натворили, что-то у них не так пошло, и они первое дело, что текают, они текают, и думают, зачем этот церковь, зачем там оно надо, но тут Библия говорит, что нужна церковь, чтобы мы возрастали, чтобы мы более не оставлялись детьми, и написано, вот опять такой псалом звучал как раз по теме, к римлянам, 9 глава, написаны такие слова, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, и кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос. Иисус умер, но и воскрес. Он одесну и Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит от любви Божией скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умышляют на всяких день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все с ее преодолеваем силу возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Богу! Вы знаете, это меня подкрепляет. Я знаю, что трудности не надо бояться. И вот может какое-то состояние сегодня в твоей жизни очень тяжелое, ты не можешь его понять, ты не можешь его осознать. Но я знаю, что Бог здесь, на этом месте. И Он оставил нам это, слова Библии, что все содействует ко благу. В каждом, в чем все случается в нашей жизни, есть какое-то благо для нас. Может это какая-то трудность, может это какая-то, знаете, тяжелое состояние. Я лично вот сейчас смотрю, мне приходится работать далеко. Я только раз в неделю приезжаю домой и вижу свою жену, детей только раз в неделю. И я просто просил Бога, говорю, Господь, дай мне помочь людям, дай помочь мне. Не хочу жить просто для себя. И Бог дал мне возможность. Мы сейчас делаем стака в Небраске, баптистам, баптистская церковь. Там мы очень дешево им делаем, как для Бога. Мы видим, что они очень добрые люди. Они нас кормят, поят. Некоторые из нас были со мной, они знают, что нас очень хорошо приняли. Они готовы отдать все, что у них есть. Они готовы поделиться всем. Мы там спим, очень хорошее место нам дали. Нас кормят, поят, стирают за нас, убирают. Ну, просто они готовы все нам дать, чтобы, ну, эта церковь построилась, чтобы дело Божие сделалось. Ну, вы знаете, вот в сердце у меня не хочется останавливаться на этом. Не хочется. Я знаю, что это трудно мне. Трудно мне оставить моих детей. У меня тоже есть билы, у меня тоже есть проблемы. Но, вы знаете, я так положил в сердце, Господь, дай мне делать что-то для Тебя. Дай мне чем-то служить для Тебя. Я знаю, что скоро будет нашу церковь, надо стака делать. В Мексике мы сейчас отправили деньги тоже, помочь им. Они тоже стака делают. Вы знаете, вот почему-то все стака. И я просто рад Богу, рад Богу, что Он дает мне возможность помогать другим людям жить для других людей. Иногда что-то, чем-то делиться. Может, кому-то вдолв дать. Может, кому-то там машину подарить. Я не знаю, какие-то странные вещи. Может, кто-то подумает, а, странный человек. Но, вы знаете, это очень хорошо давать. Написано, блажение давать, чем принимать. Так Писание нас учит. И я считаю, что, знаете, сейчас мы будем молиться, сейчас мы будем собирать на нашу миссию, да, эти деньги вот мы соберем. Конечно, они пойдут на дело Божие, они пойдут на нашу же церковь, они пойдут еще на какие-то места. Это мы даем для Бога. Но Бог хочет, чтобы мы были уже взрослыми, чтобы мы заботились о других. Бог нам дал все необходимое, необходимое, поверьте. Бог нам дал хорошие работы, Бог дал нам очень много всего. Для чего это Он дает? Чтобы мы отдавали другим. Написано, кто отдает, тому еще больше будет дано. Вы знаете, никогда Бог, поругаем, не бывает. Если ты сегодня отдашь какие-то деньги, если ты отдашь какое-то время для служения Богу, я не знаю, для чего, ты просил Бога, и Бог поведет тебя, как Павел просил, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Бог никогда, никогда не станет безмолвным. Он никогда не оставит тебя. Он тебя пошлет туда, куда ты даже не думал. И там ты будешь отцом. Ты родишь духовных детей. Вы знаете, сейчас я не хочу хвалиться, но мы ездим в Мексики, и там люди рождаются свыше. Мы проповедуем им, мы им даем какую-то мелочь, какую-то кушать чуть-чуть даем. Мы даем какие-то маленькие подарки, какие-то там вещи. Но куча свидетельств, как люди рождаются свыше, как они присоединяются к церквям. И мне очень приятно слышать, что да, мы не напрасно живем. Да, мы не напрасно, мы что-то делаем для нашего Бога. Мы растем, дорогие друзья. Мы растем. И это полезно, это нужно и важно. Давайте помолимся при тем, как собрать деньги и доблославить нас Господь. Аминь. Аминь.